Надежда Волгина Мой секси-босс Текст читают Елена Ершова и Дементьев Илья Глава первая Сто грамм молочной, пожалуйста, и если можно, порезать кубиками помельче. Что значит помельче? Маленькие глазки продавщицы в колбасном отделе разве что не прожгли дырку на пуховике, милы. Ну-ка, кубиками. Мила для достоверности изобразила жестом, как хотела бы, чтобы та измельчила колбасу. Девушка, вы издеваетесь? А они все будут ждать, пока я вам тут резать стану? Театральным жестом указала продавщица на все пять человек, что успели скопиться в очереди. Хорошо, не нужно. Я сама. Мила быстренько рассчиталась и поспешила на улицу. Возле входа в магазин прямо в пакете пощипала колбасу как можно мельче и положила все это богатство перед черненьким котенком, что сидела рядом в коробке и блестела на нее глазами-бусинками. Ешь, малыш, прикоснулась она пальцами к шелковистой шерстке. — Ух, как изголодался! — наблюдала она какое-то время захватающим колбасной ошметки маленьким зверьком. — Где ж твоя мамка? Я бы взяла тебя, да не могу, нельзя. Почувствовав, что если пробудет возле котенка еще хоть минуту, то точно принесет его домой, Мила решительно развернулась и пошла прочь, метеопротивную кашицу, в которую превратился выпавший за день снег. Хорошенькая погодка для начала марта, разве что дождь не идет. Но и от снега при нуле градусов толку мало. Мила посмотрела на часы и прибавила шагу. — Снова воспитательница будет высказывать Ленке, что забирает ее последнюю. Хоть время еще и шести не от, а сад работает до семи. Один раз Мила уже наблюдала картину, как Лена стоит, вытянувшись по струнке перед этой грымзой, а та ей менторским тоном внушает. — Что ты должна сказать сестре? — Чтобы забирала меня пораньше, — пищит в ответ Лена голосом затравленного мышонка. Ух, как же Мила тогда разозлилась, вот прям готова была поколотить эту Клавдию Ивановну. Интересно, как она может забрать сестру пораньше, если работает до пяти, а потом добирается на перекладных? И так боится хоть на минуту задержаться в офисе. — Благо, начальник понятливый вошел в положение и отпускает всегда вовремя. А так у них считается нормой задерживаться на полчаса-час. — Конечно же, на улице. — Конечно же, шарф развязался и сопли по пояс. И одна. Других детей уже разобрали. — Господи, ну хоть бы побегать ребенку дала, ведь замерзла же, поди, сидя, как на привязи возле воспитательницы. — А вот и наша Миленочка! — показала золотые фистулы в лицемерной улыбке Клавдии Ивановны и поспешила навстречу Миле. — Давай, Леночка, скоренько бегом! — поманила она примерзшую Клавке малышку. — Опять задерживается твоя сестренка, да? — заглянула она так вроде ласково в глаза Миле. А сама по дикостерит ее, на чем свет стоит по себя. Ну, и Миле, естественно, захотелось много чего сказать этой предпенсионерке, которая за долгие годы работы в садике так и не научилась любить детей. — Клавдия Ивановна, она аж совсем замерзла! — потрогала она ледяные руки сестры. — Почему вы ее в группу не завели? — Это ж мне что, раздевать ее, а потом одевать по новой? — всплеснула та руками в притворном ужасе. — Только ребенка мучить! Мила смотрела на престарелую блондинку в каракулевой шапке и размышляла, сказать той всю правду, что она думает о ней и о ее методах работы, или не стоит. Может, нужно пригрозить походом к заведующей? А еще припомнить шантаж, к которому она периодически прибегает в разговорах с ребенком. А еще лучше просто обложить трехэтажным матом да послать куда подальше напоследок. Только ведь не поможет. Да и к Ленке-то станет еще хуже относиться. И так не переваривает ее, считает гиперактивной. А когда это у нас так стали называть детей с пытливым умом и разговорчивостью? Пойдем, Ленок. — До свидания, Клавдия Ивановна! — взяла Мила сестру за руку. — Сейчас пройдешься и согреешься. Ножки замерзли? — Ну, потопай мне чуть-чуть. Так лучше? — Мил! Ну, Мил! Ты опять, что ли, в заоблачные дали улетела? Они уже подходили к дому, и только сейчас Мила сообразила, что Лена ей что-то рассказывает. А теперь вот обиженно надула губы и не смотрит на нее. Улетела в заоблачные дали. Вообще-то так говорит мама, когда старшая дочь глубоко задумывается. Ну, хорошо, не задумывается, а начинает фантазировать. Ну, не виновата же она, что фантазию своей считает второй жизнью, где есть место всему тому, чего нет в реальной. Она уже давно привыкла не жаловаться и довольствоваться малым, но только не в мечтах. Там у нее есть Вадим. И он ее любит. Нет. Он сходит по ней с ума, предугадывает малейшее желание. А еще у них скоро свадьба. Скромненькая такая, человек на сто. Конечно, Вадим предлагал гульнуть с размахом, как того хотят его родители, но это идет в разрез с желаниями Милы. Во всем нужна мера, даже в таком торжественном событии, которое случается раз в жизни. Все, я с тобой не дружу. Вырвала Лена свою ручку, оставив Миле мокрую варежку, и гордо зашагала по лестнице на второй этаж. А вот и дружишь. Подхватила сестренку Мила на руки и помчалась сверх. А не будешь дружить, защекочу, так и знай. В квартиру они вбегали, хохоча обе. Мила даже ловить Лену не стала, когда та упорхнула в комнату, прямо как была в грязной обуви. Все равно полы в коридоре затоптаны, и первым делом нужно их протереть. Потому что скоро от шведовых вернется мама, и если застанет квартиру такой, то мало не покажется всем. — Ленка, раздевайся и вещи складывай на место, и руки помыть не забудь! — крикнула вслед сестренке Мила. Сама же быстро стянула пуховик, сунула в тумбочку сапоги, потом помоет, и поторопилась в ванную за ведром и шваброй. — Не, ну ладно, коридор, кроме нее, никто не вытирает. Это уже у всех вошло в привычку. Но посуда-то почему не мыта? — Сашка! — гаркнула Мила, да так громко, что незнакомый с ней человек подивился бы голосу такой силы в столь хрупком теле. Веса-то в ней был не больше пятидесяти килограммов, и это при росте метр семьдесят. Недобор явный, хотя фигурой своей Мила была довольна. Меньше весишь — легче жить. Так тоже говорит ее мама, которая, кстати, тоже далеко не упитанная. Конституция у них такая, худышестая. — Иди-ка сюда, засранец малолетний! — Это она уже сказала себе. — Ну! Появилась в дверном проеме долговязая фигура брата с болтающимися на шее наушниками. — Что, ну, гну! — окрысилась Мила. Только сейчас она почувствовала, как устала. — Почему посуду не помыл? Сегодня по графику было его дежурство. В свой день Мила безропотно бы встала к раковине, но сейчас уже дело касалось принципа, и сдавать позиции она не собиралась. — Ну, помою! — Потом! — Нет, сейчас! — схватила она Сашку за руку и подтолкнула к раковине. — Скоро мама придет! Это было волшебное словосочетание, которое всегда действовало безотказно. Да и брату надо отдать должное. Подчинился почти безропотно. Ворчал, конечно, что-то на тему, как его это все достало, но посуду мыл. Его понять тоже можно. Мало того, что мальчишка, так еще и вошедший в пору юности. Шутка ли, пятнадцать лет недавно исполнилось. Конечно, в этом возрасте меньше всего хочется заниматься домашними делами. Но и кто-то один не должен надрываться за всех. А таким кто-то в их семье много лет была мама, когда ее бросил первый муж, едва мили исполнился год. На заработки он, видите ли, подался, а там и про семью забыл. Мама долго мыкалась одна, пока не подвернулся отец Саше и Лены. Но и от него помощи было, как от козла молока. Все, что зарабатывал, то и пропивал с ружками. А потом и вовсе помер в канаве, куда свалился в пьяном угаре. Мама и сейчас продолжала трудиться за десятерых, но Мила следила, что был хотя бы дома, ей ничего не приходилось делать. Такое положение вещей она считала справедливым. Пока Сашка мыл посуду, Мила с Леной начистили картошки. Да-да, сестренку она тоже приучала к труду с малолетства. Как могла, так и помогала. Главное, выработать у нее привычку к труду, а дальше пойдет легче. Когда вернулась мама, в квартире уже царила чистота, на плите томилась картошка с тушенкой, Мила с Леной читали сказку, а Сашка делал вид, что занят уроками, закрывшись в своей комнате. «Как дела на работе?» поинтересовалась мама у Милы за ужином. «Нормально». «У тебя всегда все нормально», рассмеялась мама. «Чем ты там хоть занимаешься? Полгода уже как устроилась, а ничего не рассказываешь». «Пzać, выground noche». «Нормально», «